12 сентября произошло незабываемое событие, завораживающее своей новизной и масштабностью – открытие модельной библиотеки в ауле Ходз, показавшее новый подход в организации библиотечного дела. От привычной библиотеки осталось только название и часть книг. Все остальное претерпело глобальные изменения. Даже запах свежести, вызывающий радость и улетворение, царит в этом обновленном храме знаний. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ведущая церемонии рассказала собравшимся, что открытие библиотеки состоялось благодаря победе в конкурсном отборе в рамках национального проекта «Культура», который действует на территории Российской Федерации с 2019 года. И это уже третья библиотека в Кашхабльском районе, что, несомненно, является поводом для гордости. Добрый день, уважаемые гости! Сегодня у нас необычный, особо ожидаемый день. Мы с вами присутствуем на открытии Ходзинской модельной библиотеки, которого с огромным терпением ждали взрослые и дети. Ходзинская сельская библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году иных межбюджетных транспортов из федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». И это уже третья модельная библиотека в нашем районе, что, несомненно, является поводом для гордости. Создание модельной библиотеки – это свидетельство признания библиотеки и чтения на государственном уровне. Реализация данного проекта свидетельствует о внимании органов федеральной, региональной и муниципальной ветвей власти к социальным проблемам провинции, проблеме сохранения и развития культуры населения, в аулах поднимающей на более высокую степень библиотечное обслуживание сельских жителей. С присвоением статуса модельной библиотеки, ее авторитет и значимость – это не просто смена вывески, это кардинальные изменения в стиле, ее работы и имиджа. Это новые современные технологии, автоматизированные библиотечные системы, высокоскоростной интернет и, конечно, то, что является самой главной частью библиотеки – книга. Развитие классического бумажного фонда, новые поступления – все это в совокупности станет частью самого позитивного развития. Все, что вы сегодня увидите на базе нашей модельной библиотеки, профессионально воплотило общество с ограниченной ответственностью «Подстрой» директор Арсен Балеву по уникальному дизайнерскому проекту заместитель начальника управления культуры Светланы Давлетбиевны Киясовой. И что самое примечательное, в модельной библиотеке, которая сегодня располагается на базе Дома культуры имени Умара Хадзицевича Хабисимова, есть теперь мемориальная зона Умара Хадзицевича Хабисимова, которая будет уже располагаться на антрисольном уровне модельной библиотеки «Аула Ходз». И, конечно, на нашем празднике присутствует, причастная к этому замечательному событию, администрация Кашхабльского района, которая всегда с большим энтузиазмом и поддержкой относится к каждому созидательному проекту, направленному на положительные изменения нашего района. А также уважаемые гости, которых мы безмерно рады приветствовать, на гостеприимной земле Кашхабльского района в ауле Ходз. Глава администрации муниципального образования Кашхабльский район Хамирзов Заур Аскорбевич, завеститель министра культуры Республики Адыгея Кушу Светлана Азметовна, начальника дела по культурно-досуговой деятельности Очнизлиана Нурбиевна, глава муниципального образования Ходзинское сельское поселение Тласнаков Рамазан Магалинович, начальник управления культуры Кашхабльского района Курьяров Мурадинович, представители всех библиотек, наверное, нашей республики, которые с большим удовольствием, я думаю, познакомятся с нашей новой модельной библиотекой. Поздравил коллектив библиотеки с открытием глава района Заур Хамирза. Он пожелал дальнейшего развития, отметив, что библиотеки сегодня – это совершенно новый формат. Это не только место, где можно читать. Важно объединить инновационные технологии и книгу для формирования нового подхода к получению информации, организации и проведения досуга. Хотел бы поводрить Министерство культуры за доставленную возможность участвовать в этой великолепной программе. Я повторюсь, мы участвовали и будем в дальнейшем участвовать. Я всем дальнейшим работникам желаю, что в каждой библиотеке был шанс развиваться в эту замечательную сторону. Труд очень такой своеобразный, труд очень специфичный, труд, который сопряжен с работой с населением, с людьми. А это самое важное. Объясняю людям, что в книге для вечерашнего дня, кто есть, и тут, поэтому всем вам, спасибо, что вы сегодня здесь с нами. Всем здоровья, всем вашим, всем счастья, благополучия, добра и мира. Почетный гость мероприятия Светлана Кушу поздравила всех присутствующих с таким замечательным событием для района. Хочу поздравить всех жителей, не только района, республики, но и всей страны, потому что приобретя статус модельной библиотеки, вы уже как бы вошли в историю нацпроекта культуры всей страны. И нужно отметить, обязательно воспользуюсь моментом, каждый раз говорю об этом, как и министр культуры тоже, Юрий Шумафович, передаю большой привет и поздравление от его имени тоже. И как нам всегда говорит глава республики Мурат Каравирович Кумфилов, дома культуры должны быть с притяжениями, центром притяжения. А находящийся в ней библиотека, это только дополнение и может быть даже не столько новый этап в развитии библиотек, сколько даже может быть возвращений к тому, чтобы эти библиотеки стали обратно местом для живого общения. Сегодня, когда наши дети углублены в гаджеты, они не замечают друг друга, находясь совсем рядом, они не замечают друг друга. А именно библиотека, которая позволяет через общение, через книгу, через общение со взрослыми, почувствовать, увидеть друг друга, это, мне кажется, дорогого стоит. Беспрецедентные влияния в культуру происходят последние 5-6 лет, благодаря руководству нашей республики, это замечают все. А культура должна быть везде. Начиная с малого возраста, у нас, людей, детей, особенно должна окружать культура во всем, что они делают. Как кушают, где кушают, с кем общаются, как общаются. И вот библиотека, мне кажется, самый верный путь, самый легкий доступ к проверенной информации, чтобы правильно выстроить свою жизнь в дальнейшем. Присоединяясь опять к словам Заура Аскарпевича, хочу поблагодарить всю команду, которая работала над созданием такой красивейшей, уникальной в своем роде в Республике Адыгей проекте, как модельная Кудзинская библиотеки, и сама госообразская РБЮЧа, и Ромазана Абагавиатовича, и Рауша Абрадиновича, и Светлана Дрюфивина. Обязательно. Вот ее хочу отметить отдельно, потому что это как проект уникальный. Я теперь думаю, он тут копирует этот проект. Да, и за движущей модельной библиотеки, всех-всех сотрудников, я уверена в том, что вот как коллектив поменялся, когда отремонтировали эту новую культуру, точно так же коллектив библиотеки поменяется, не осознавая того, сами насытятся позитивом, который будут вести потом людям. Огромное вам всем спасибо и еще раз поздравляю с 13-й модельной библиотекой Республики. Всех причастных к созданию современной библиотеки поблагодарил глава поселения Арамазан Тласнаков. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...